В общем, как мы все уже заметили, в крае пришло потепление. В южных районах снег практически полностью сошел. Дачники, владельцы частных домов начинают подготовку земельных участков к летнему сезону. При этом многие по старинке применяют открытый огонь. Нередко неосторожное обращение с огнем приводит к тому, что палые костры выходят из-под контроля и становятся причиной природных и ландшафтных пожаров. Уже сейчас на территории пяти муниципальных образований края в превентивных целях установлен особый противопожарный режим. Это Бикинский, Вяземский, Хабаровский районы, район имени Лозо и городской округ Хабаровск. В дальнейшем при осложнении обстановки он будет распространяться и на другие территории. Это означает введение запрета на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, посещение лесов гражданами. В этот период инспекторы Госпожнадзора, МЧС совместно с представителями органов местного самоуправления, председателями дачных обществ и волонтерами усиливают профилактическую работу. Проводят осмотры территории, напоминают гражданам о соблюдении требований пожарной безопасности. Ну и кроме того, сотрудники Госпожнадзора просят население не быть равнодушными. Если вы видите, что кто-то поджигает траву, нарушая требования пожарной безопасности, пресекать такие действия или сообщать по номеру 112. Во многом именно от нас, от самих, от нашей осторожности, зависит, будет ли мы дышать, будем мы дышать свежим весенним воздухом или гарью. Разговор на эту тему продолжим с нашим гостем. В студии Николай Гассендрич, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Доброе утро. Доброе утро, Николай Иванович. Ну расскажите, вот сейчас уже на юге края потеплело, это не может нас не радовать, но все же для вас, насколько вы сейчас активизировались в своей работе, появляются ли палы из-за вот этой сухой травы, которая вот уже появилась? Да, начинается сложный сезон, у нас в настоящее время фиксируется от 5 до 8 термических аномалий, это сжигание сухой травы, это так называемые палы, они, соответственно, стоят на особый контроль, потому что есть угроза распространения пожара и ущерб нанесения населенным пунктам, чтобы не было переброски на населенный пункт, либо в лесной фонд. Уже выезжали вы и... Ежедневно сейчас у нас фиксируется 5-8 таких аномалий. В сутки? В сутки. А вот особый противопожарный режим в 5 муниципальных образованиях уже введен. Давайте мы еще раз каждый год напоминаем и снова напомним, что это означает. Если говорить про граждан, то основной запрет это на открытый огонь. Если раньше при определенных условиях можно было сжигать мусор в металлических емкостях, в том числе в бочках, то сейчас это категорически запрещено. Это первый аспект. А второй аспект это, соответственно, увеличение штрафных санкций. Если в режиме обычного времени мы привлекаем в виде предупреждения за первые выявленные нарушения, то есть это сжигание мусора на своем присодинном участке, мы можем сделать предупреждение. Если в рамках особого противопожарного режима независимости от нарушений, мы принимаем санкцию в отношении граждан, санкция увеличена от 10 до 20 тысяч рублей. То есть это уже ощутимо. Вы сожгли мусор и вам вынесли штраф в 20 тысяч рублей. Так, ну а теперь... Можно я еще уточню по поводу правил, запретов, которые введены. То есть и выход в лес тоже нельзя. На природу отдохнуть, шашлыки, вот как многие любят. Открытый огонь запрещен в любом виде. То есть если вы как-то приготовите шашлык без открытого огня, то пожалуйста. Там сначала по-любому он чуть-чуть должен погореть, потом угли. Что касаемо особого противопожарного режима, то есть губернатор ввел на этих пяти муниципальных образований особый противопожарный режим, а уже непосредственно глава района будет дополнительно выпускать свой нормативный правоакт, который будет регулировать те или иные особенности. Может быть и запрет на топку печей, если это позволяет температурный режим. Если у нас там ближе к 8, а печку запретят топить, ну соответственно будет некомфортно проживать населению. Поэтому такие ограничения могут и не вводиться. И то же самое по запрету посещения лесов. Если в лесу еще лежит снег и нет никаких ограничений по этому поводу, то глава может такого решения не принимать. Это он уже в любом случае решение на главы района. Но при этом запрет на открытый огонь в любом случае идет. Это уже через федеральную норму. Говорили, в частности дачники, какие-то коттеджи, частные дома. То есть тут там есть и печи, есть какая-то провокация, есть у тебя своя территория, ты можешь развести какой-то огонь, костер, просто даже посидеть вечером. Как на них будет распространяться? Так же само будут привлекаться к ответственности. У нас сейчас проводятся рейды на постоянной основе. Мы используем современные технологии. Это беспилотный летательный аппарат. Очень удобно. Экономит на время и позволяет быстро фиксировать правонарушитель. То есть мы зашли на дачное общество, сделали облет, посмотрели, что все тихо-спокойно, никто ничего не жгет, переехали на другое дачное общество. Или увидели, допустим, в дальнем углу дачное общество, кто-то сжигает или готовит пищу на плите, вернее на огне, либо сжигает мусор, мы туда подлетели, это все зафиксировали, фото-видеосъемка, подходит гошинспектор и привлекает к ответственности. Сейчас удобно, потому что есть квадрокоптеры, можно сверху просто все облететь и все изучить. Конечно, мы используем, у нас есть соответствующий график. Мы на всех районах, где введен особый режим, это используем в полном объеме. То, что вы выполните свою работу безукоризненно, я не сомневаюсь. Но есть и садовые сообщества, и дачные сообщества. Они ведь тоже должны готовиться к пожароопасному сезону. Насколько идет проверка этих сообществ, как они готовятся? Ежегодно распоряжением губернатора определяют такой перечень. Это перечень населенных пунктов, дачных обществ и загородных детских лагерей, детского отдыха, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Например, на территории края 215 населенных пунктов подвержены угрозе лесных пожаров. Соответственно, в соответствии с решением Совета безопасности Российской Федерации, мы уполномочены провести внепланную проверку, прям в полном объеме. Мы приходим, смотрим содержание территории, выполнение всех требований пожарной безопасности на территории населенного пункта. В первую очередь смотрим минимализированную полосу, для того, чтобы не было переброса с территорией на территорию населенного пункта и чтобы не было переброса, если, допустим, на территории населенного пункта загорится дом, чтобы не было переброса в лесной фонд. Поэтому в целях защиты и одного, и второго мы проводим соответствующие проверки. И принимаем, соответственно, уже меры и санкции в рамках, если на территории района действует особый режим, то санкции также увеличиваются в отношении юридических лиц. Это уже штрафы до 800 тысяч рублей. Поэтому мы призываем для того, чтобы не штрафовать, не мучить людей, а чтобы эти деньги были направлены на выполнение требований пожарной безопасности. Это же не маленькие суммы. А сейчас уже проверки все проведены? Нет, они только находятся в начальной стадии, потому что у нас сходит снежный покров, мы, соответственно, поэтапно заходим. Мы же не можем требовать, чтобы они делали минполосу по снегу. Это немножко неэффективно, так скажем. Поэтому вот у нас идет поэтапно, мы до конца апреля такие проверки проведем, всех указанных национальных пунктах. А что вы можете посоветовать для безопасности дачникам, фермерам, владельцам частных домов, которые выезжают, у них, опять же, есть своя территория, как-то обезопасить свое жилище, да даже просто людям, которые в лес выезжают. Может быть, они увидят какое-то опасное место, какое-то скопление вот этой сухой травы, которая загорается просто по щелчку. Что можно сделать? Куда-то, может быть, отбросить подальше, в какую-то одну кучку это все собрать? Ну, в основном у нас касаемо это дачных обществ, потому что загорается все на дачном обществе, люди приходят, очищают свою территорию. Это же проще, взял спичку, зажег, как бы территория прогорела, все чисто красиво, начинаем использовать по назначению свой сельхозучасток или дачный участок. Основное требование, уже прописанное в требованиях, это каждый правообладатель обязан очистить от сухоросительности свой участок, причем без помощи огня. Второй момент, соответственно, не надеяться, что сосед, допустим, не пользуется дачей, заброшенная дача заросла растительностью, и надеемся, что либо к нему, либо от него ничего не придет. Поэтому должен по периметру очищать, чтобы обезопасить свой участок. Ну и самое главное, это вдумчиво выполнять требования при использовании открытого огня. Если на территории района не введен особый противопорожный режим, то сжигать, в принципе, мусор можно. Только повторюсь, если не введен особый противопорожный режим. И у нас изменения были в требованиях правил противопорожного режима. Если раньше, с учетом наших реалий 6 соток, в преобладающем большинстве, сжигать можно было здание до 50 метров, это было нереально. То сейчас законодатель поменял эти требования, и можно будет сжигать на расстоянии от 15 метров от здания сражения на территории участка. При этом по периметру должно быть место сжигания очищено от сухорусительности в радиусе 10 метров, и минполоса 0,4 метра от места сжигания. Если используются какие-то металлические емкости, в том числе бочки, то эти расстояния можно снижать в два раза. Поэтому применимо к нашим участкам, это делать можно будет и безопасно, и для того, чтобы очистить свою территорию. То есть условия стали комфортнее, но тут все-таки все равно дачников, владельцев частных домов еще раз хочется призвать к благоразумию, не забывать о правилах, не пренебрегать. И мы всем, конечно, не рассчитываем, что какая-то беда может приключиться, но все-таки лучше предусмотреть и соблюсти все правила, необходимые для безопасности. Большое спасибо хочу сказать за вашу работу, за то, что вы делаете каждый день и днем, и ночью спасательные жизни людей. И, в общем, вы большой, молодец, герой вы. Силом и легкостью в нелегком труде. Как будто у вас день рождения сегодня. У нас в студии Николай Гасенович, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.